Продюсерский центр Андрея Кончаловского представляет Фильм Майкла Хоффмана «Последнее воскресенье» В 1990 году была издана книга Джея Паринни «Ластейшн». Американский писатель создал роман о льве Толстом. Книга вызвала неоднозначную, но бурную реакцию. Впервые в истории классик русской литературы был представлен человеком со своими привычками, страстями, внутренними противоречиями, сложными взаимоотношениями с близкими. Неожиданная история последнего года жизни русского гения заинтересовала множество людей в разных странах мира. Книга вызвала большой резонанс в зарубежных СМИ. И, конечно, острая, пронзительная история любви не могла не заинтересовать кинематографистов. Режиссер Майкл Хоффман написал сценарий фильма. В апреле 2008 года Хоффман приступил к съемкам, собрав блестящий актерский состав. Я не мог представить, что у меня будет такой сильный актерский состав. У всех актеров свои индивидуальные причины, по которым они согласились участвовать в этом проекте. Кристофер Пламер, Джеймс Макэвэй, Пол Джамати, Энн Мари Дафф и обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен, у которой, кроме профессионального интереса, были и другие причины для участия в этом фильме. У актрисы русские корни. Ее дед эмигрировал в Великобританию, спасаясь от революции в России. Рассматривая фотографии семьи Льва Толстого, я поняла, что они очень похожи на фотографии моей семьи. И поместье выглядит так же. Поместье Толстого расположено недалеко от поместья моей семьи. Я только могу предположить, что это как-то повлияло на мое исполнение. Я хочу отметить, какие замечательные костюмы были созданы для этого фильма. Надевая этот костюм и глядя на себя в зеркало, у меня было ощущение, что я смотрю на свою тетю. Я выглядела точно так же, как она на семейных фотографиях. Продюсеры предложили снимать фильм в Германии и привлекли русских в качестве консультантов. За короткий срок в Саксонии, а также в Бранденбурге, Тюрингии и Лейпциге были созданы декорации Ясной Поляны и станции Остапова, тех мест, где происходят события фильма. Костюмеры, художники и декораторы воссоздали атмосферу по книгам и фотографиям тех времен. Самая массовая сцена фильма, в которой участвуют около двух тысяч человек, снималась с привлечением русских, живущих в Германии. У нас несколько партнеров в России. В большей степени мы сотрудничаем с продюсерским центром Андрея Кончаловского, с великим русским режиссером Андреем Кончаловским, который выступает в качестве инвестора, советника и гида. Кроме этого, мы общаемся с членами семьи Толстого, которая до сих пор очень сплоченная и активная, и Ясной Поляна, их родовым поместьем. Мы сотрудничаем с праправнуком Максимом. Последнее воскресенье – это международный проект. Американцы, англичане, немцы, русские – всех объединил живой интерес к очень необычной и яркой истории жизни Льва Толстого. Во-первых, это всегда очень волнительно, когда крупный режиссер, такой как Майкл Хоффман, и серьезные артисты, я бы сказал, одни из самых выдающихся на сегодняшний день артистов западных, решают снять фильм о России, и тем более о великом русском писателе Толстом и об отношении его в семье, не только с семьей, но и с внешним миром. Это очень важная, на мой взгляд, тема, и это очень важно, что Майкл Хоффман, который известен своим, во-первых, хорошим режиссурой, во-вторых, знанием всегда и уважением исторического материала, что этот фильм будет сделан с уважением к русской культуре. Когда мне предложили поучаствовать, я решил, что мне кажется, нужно, чтобы, может быть, я мог как-то посильно помочь творческой группе избежать каких-то ошибок, которые неизбежно могли случиться, снимая картину о материале, который не очень знаком американцам, англичанам или немцам, которые это снимают. Майкл Хоффман и Джей Парини бережно отнеслись к материалу. Парини, изучив произведения и переписку, а также дневники Толстого и все, что написано о нем, современниками, исследователями его жизни и творчества, постарался передать объективную картину его жизни. Майкла Хоффмана привлекло не столько изложение биографических фактов, сколько отношение между людьми. Это пристальное внимание режиссера к образам и характерам героев увлекло актеров. Я провожу что-то вроде исследования и прочитала книги писателей, так или иначе связанных с именем Льва Толстого. Я прочитала замечательную книгу «Черный снег» о театральном мире России. Также читала Достоевского, потому что этот фильм о русских людях, конечно, о великом Льве Толстом, но в большей степени о русских людях, об их страстности, импульсивности, смелости. За строками биографии улавливается сильная связь, которая была между Софией Андреевной и Львом Николаевичем. И режиссеру, и актерам на съемочной площадке важно было передать сложные отношения и сильные чувства. Желание любить и быть любимым, сделать счастливыми своих близких, но в то же время познавать истину и следовать своему пути. В основе фильма – вечный поиск любви, взаимопонимания, уважения, веры и терпимости. В истории любого человека существуют кризисы. Последние годы жизни Толстого – это был сплошной кризис. Он выражался в том, что у него был разрыв между его идеалами и его практикой. Он считал, что он неправильно живет, что он неправильно живет, что он пользуется чужим трудом и так далее. Все эти кризисы отражались на его отношении в семье, это естественно. И жена, которая посвятила всю свою жизнь, София Андреевна всю жизнь посвятила своему мужу прежде всего, но к тому же великому писателю, и сделала немало для того, чтобы все произведения улюбили свет, вдруг оказалось перед дилеммой, что она будет абсолютно лишена всяких прав на все то, в чем она принимала практически даже участие в написании. Поэтому я думаю, что это не личная история, это история, которая вообще через каплю может всегда увидеть океан. Но всегда ведь интересно смотреть не какие-то абстрактные исторические факты, а интересно смотреть частности, смотреть человеческие отношения, драма. Именно поэтому интерьеры, исторические здания и костюмы в фильме – это всего лишь символы эпохи, декорации, в которых кипят людские страсти. Неординарная история жизни Льва Толстого – это не только яркая психологическая драма, но и повод заглянуть в себя и попытаться понять движение души. Каждый раз, когда снимается биографический фильм, это должно походить на своего рода отдельную самостоятельную историю, например, такую, как «Амадеус» о Моцарте. Можно рассказывать историю о герое художественного произведения, и также получится хороший фильм. Конечно, жизнь Льва Толстого интересна сама по себе, но я надеюсь, что основная привлекательность этого фильма в том, что это история любви, история о том, как трудно любить, но и невозможно жить без любви. Это именно то, что привлекло меня в романе, и я полагаю, что привлекает остальных. Это пропасть между требованиями к идеалу и тому, с чем приходится сталкиваться в реальности, а также умение различать, кто перед тобой, и стараться любить не в полную силу, не безоглядно. Ждите последнее воскресенье. Премьера в 2009 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова